Привет-привет, друзья! Я в магазине Фредмайер и зашла в посудную секцию. Вот смотрите даже, что здесь есть. Чугунки, вот эти тяжеленные-тяжеленные, чугунки для плова. Здесь тоже вот эти кастрюли, сковородки, которые мне понравились в Бэтбас Энбионе, здесь тоже есть. Но цена, мне кажется, не дешевле абсолютно. Вот, сковородок очень много. Вот пошли кастрюли. Я просто думаю, что пока я не определилась, мне может просто купить одну кастрюлю, да и все. Вот она стоит такая, например, 29,99. Вот какая интересная посуда, мне нравится. 36,99, 24,99 сковородка. Очень красивого цвета оно все здесь. И тоже вот есть наборами. Вот этот набор стоит 99,99, 100 долларов. Такая кастрюля, такая, с ручечкой. Две, три сковородки. Вот красная. Вот эта красная, наверное, та же самая, которая... Нет, нет, это с черным. Моя была с белым внутри. Вот такой комплект. Тоже, кстати, неплохой. Цены я... А вот на него цена. Вау, ничего себе. Это вообще на распродаже по 34,99 весь вот этот комплект. 79,99. Вот этот белый. 89,99. Вот еще такой Harperwear. О, 89,99 тоже. Такое вот качество. И вот еще покажу вам, какие здесь красивые тарелочки. Вот. Всю кухню можно сделать в красном стиле. Купить сковородки красные. Купить вот такую посудку красивую. А вот это вот к моей кухне в стиле подсолнуха вообще подойдет. Вот такие тарелочки с подсолнухами. А вот это вообще прелесть. Представляете, это вот блюдо просто в форме подсолнуха. Вау. Вот это надо мне... Вот такие. У меня почему-то в последнее время желание купить квадратные тарелки. Ну, а тут вот с этой стороны уже просто обычная посуда. Здесь вот за наборами. А вот это, смотрите, какое интересное блюдо для яиц. Яйца фаршированные делать. Каждому яйцу свое место. А в середину, наверное, можно какой-то соус положить. Вот я хочу вам показать. Забрела в свою любимую секцию с пряжей. Вот это такая волнистая нитка. Выпуклая, объемная получится. Вот какие красивые клубочки. 5,49. 5,49. Вот эти уже подешевле пошли. 3,99. 3,99. Вот это что такое интересное. Прямо лентами целыми. А вот это что такое для бумбончиков или для чего? Такие маленькие клубочки для этих, для вставок может быть. Как здорово придумано. Это я вот сейчас посмотрела. Обычные нитки в клубочках просто разных цветов. Вот если нужно делать какие-то полосочки, чтобы не покупать огромный клубок, вот можно купить вот такие маленькие клубочечки. Вот еще раз показываю, как называется этот магазин. Я уже было поехала, но припарковалась опять для того, чтобы вам показать вот это чудо, вот эту красоту. Это прямо на улице перед магазином. Вот такие цветы в горшках. И вот такие вот по 4,49. Вот с одной стороны мне так хочется накупить этих цветов, посадить на балконе. С другой стороны я представляю какая-то ответственность. Поливать, следить. Вот. Ну вот хотя бы здесь полюбуемся. Вот они. Как они называются-то? Ай, собачки мы их звали. Ай, забыла, как называются. Все цветы позабывала, как называются. А тут вот такие колокольчики. Вот здесь тоже. Анютины глазки, что ли, вот эти вот, которые вот такие. И даже вот, посмотрите, там и это помидоры здесь. Вот уже кусты такие. Бери, высаживай. Целый огород. Вот эти вот голубенькие незабудки, что ли. Вот здесь какие красивые цветы. Вот просто берешь, покупаешь эту корзину и на балкон вешаешь. У меня на балконе целых три кюка. Вот эти, как же они назывались? Барфатские или как? Я уже добралась до дома. И вышла, забыла продукты занести. Уже зашла домой, сижу, думаю, я что-то купила. Вот дерево, посмотрите, как распустилось. Буквально два дня назад было несколько всего цветочков. А сейчас вот оно какое. Это вот соседи. Не знаю, кто вынесли сюда цветочки, поставили. А я вообще-то вышла для того, чтобы показать вам вот этот контейнер. Вот я вам много раз показывала, как вывоз мусора происходит. Вот, кстати, сегодня у нас был вывоз мусора с утра. Вот еще баки люди назад не занесли. У каждого в гараже стоит такой бак. То есть то, что вывоз мусора раз в неделю, это не значит, что надо весь мусор в квартире хранить. У всех вот такие баки и не по одному, хоть сколько в гараже. И можно выносить хоть каждый день и выбрасывать этот мусор. А вот выкатывать только по средам, когда забирает машина. А вот это, вот такие большие баки. Их привозят. Я так думаю, что просто можно позвонить, попросить. Эти баки привозят, когда что-то делается глобально. И когда очень много мусора. Например, идет строительство. Какой-то вот строительный мусор. Или еще что-то типа такого. Вот сейчас привезли этот контейнер сюда. И вот люди делают какой-то ремонт. И они выбрасывают, вот сдирают ковры, снимают зеркала. Все это вот они сюда, в этот контейнер выбрасывают, для того, чтобы не засорять улицу перед домом. Вот. Не знаю уже на сколько дней я прослежу. Его привезли только сегодня. И вот, наверное, когда они закончат, то позвонят и приедут, этот контейнер заберут. Все зеленее и зеленее здесь становится. Все, он уже в траве. Раньше я сюда любила сквику выводить. Я ее выгоняла пинками из дома. Она вот на этой полянке ходила, травку ела. Сквика трусливая, далеко она не убежит. Запах, запах черемухи. Просто с ума сойти, как пахнет это. И сквика, продолжая разговор про сквику, один раз, единственный, она ушла у меня. Я ее ходила, целый час искала. Орала, сквика, сквика, куда делась кошка? Это сквика дурная. Она выскочила. Сейчас покажу просто. И вот ушла вот туда, в такой же точно дом. Вот здесь стоит. Или она там сзади пробежала, или как она перепутала. Она пошла вот в тот дом. Вот раз уже начала разговор, то покажу, что дом вот этот вот последний, он точно такой же идентичный нашему. Тоже здесь вот такая маленькая парковочка на две машины. И точно так же вот расположение один в один. И она прибежала вот в этот дом, зашла на второй этаж, вот как к нашей квартире, уселась туда и сидит, мяукает. Это просто я сама догадалась. Я думаю, пойду-ка я по таким же квартирам похожу. Я просто догадалась. И, кстати, это был первый дом, в который я пошла. Я тусквику прочувствовала. Вот так вот я ее нашла. Эту дурочку свою. Нашла виновницу запаха. Вот что это? Ой, господи, вот отсюда, вот от этого дерева, такой запах, как, я не знаю, это не черемуха, это... Вот я знаю этот запах и помню, но не могу, не могу вам описать, не могу сказать, что это. Вот подскажите мне, что это за дерево? Пахнет просто с ума сойти, как вкусно. И вот здесь такое же дерево, вот с этими цветами, с запахом обалденным. И там вот весь двор, вот то дерево, и вот это вот, вот дерево, тоже оно такое же. Все в белых цветах с умопомрачительным запахом. И вот оно, весь двор пахнет просто невероятно. Ой, как они распустились, вот то дерево вообще все белым-бело. Мое вот это около дома, такое слегка зачахлое. А вот эти деревья прямо все усыпаны белым цветом. Как красиво.